Это Финам.ФМ, ежедневная программа «Сухой остаток». Еще раз добрый вечер у микрофона Юрия Пронько. Уроки кризиса «Социальная ответственность бизнеса». Вот тема нашего сегодняшнего разговора с моим гостем, основателем и руководителем группы компании «Метрополе» Михаилом Слепенчиком. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас видеть. Напомню, средства коммуникации, многоканальный телефон 6510996, код Москвы 495, и финам.фм, наш сайт в интернете. Это средства связи для ваших звонков и писем с вопросами, комментариями. Кроме того, на портале финам.фм идет прямая веб-трансляция. Нас можно слушать, нас можно смотреть. И самое главное, у нас есть возможность, точнее, у вас есть возможность высказываться. Ну, что сказать. В общем-то, драги по сегодняшнему дню, конечно, разочаровал участников торгов. Американские индексы сейчас снижаются на 1% Dow Jones и на 1,3% S&P 500. Бренд котируется на уровне 108.02, Light 98.81 за тройскую нцу золота дает 1714 долларов. И соотношение двух ведущих мировых валют евро к доллару 1,332 на 0,64%. А европеец ослабевает по отношению к американцу. В чем суть? Евроцентробанк не намерен увеличивать объемы покупки гособлигаций. Европейским банкам понадобится привлечь 153 миллиарда долларов в качестве дополнительного капитала. Михаил, как вам эти все новости из Европы? По-моему, политики сделали заложниками всех участников рынка. И сами рынки уже только находятся в фарватере этих решений или отсутствия решений, которые принимают политики. Что с Европой на ваш взгляд? — Знаете, честно говоря, после финансовой кризисы 2008 года весь мир пошел по новому пути развития. Я называю это государственный капитализм. С одной стороны, это, наверное, неплохо, потому что спасли экономику, спасли финансовую систему, наполнили ее деньгами, напечатав определенное количество новых денежных знаков. С другой стороны, для того, чтобы потом их вернуть, забирается и весь бизнес. В России, конечно, не миновал этого пути. У нас большинство крупных корпораций, они все государственные. Может, это и неплохо? Ну, может быть, это и плохо. Я всегда считал, что государство не может быть профессиональным управляющим. Лучше это отдать на... — Здесь мы с вами едины. Я даже вас перебью. Абсолютно согласен. — Вот я думаю, что Европа идет по пути госкапитализма. Это, наверное, не очень лучший путь развития. Но, с другой стороны, это лучше, чем больного везти на кладбище, лучше отвезти его в реанимацию. Ну, везут, наверное, в реанимацию, я думаю. — Ну, а, понимаете, вот эти решения, которые потенциально могут принять регуляторы, ведь, ну, я не знаю, они не готовы, по-моему, все-таки к единой фискальной политике. Они не готовы к наднациональным фискальным органам, да? То есть масса проблем. Там, я не знаю, у кого-то амбиции, у кого-то сидит в засаде, что называется, я имею в виду, все Италии, Греции, там, и так далее, да? — Лишь бы не упоминали только их. — Да, 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 да. — Просто мне представляется, что расшить эти проблемы крайне сложно. Уж больно противоречивы участники Европейского Союза. Или вы придерживаете нового мнения? — Ну, там два двигателя, два локомотива. Это экономика Германии и экономика Франции. Если они договорятся, то они, наверное, вытащат всю экономику европейскую. Они уже, наверное, сейчас уже не рады тому, что оттяпали пол Советского Союза, забрали в свои ряды. Может быть, готовы бы отпустить на вольные хлеба, но политика не дает этого сделать. Поэтому, ну, пускай расплачиваются за свои политические ошибки. — Вы знаете, вот вы заговорили о том, что фактически мир стал строить госкапитализм. Я честно вам скажу, я не то чтобы сторонник, я даже категорически противник этого, да? То есть я всегда по Милтону Фридману. Государство никогда не сможет заменить частную инициативу, да? Человек вот так он устроен. И попытки государства, в данном случае, не функции регулятора, да, а хозяйствующего с объекта меня, честно говоря, смущают. Я хочу понять вот с вашей помощью, да, насколько это все-таки оправдано. В России мы видим, ну, просто засилие государства, да, в секторах целой отрасли фактически. — Зато у нас нет очередей вкладчиков в банки, что было в 98-м году. У нас нет людей, которые покончили жизнь там из-за того, что потеряли деньги. У нас достаточно, я считаю, спокойное общество с точки зрения экономики. Да, произошло перераспределение капитала. Да, условия для развития среднего и малого бизнеса, к сожалению, оставляют желать лучшего. Да, условия для развития крупного капитала присутствуют. Ну, зато нету отрицательного, понимаете, мы с уверенностью смотрим завтрашний день. Если есть желание со стороны государства передать часть функций среднему и малому бизнесу, а Путин заявил о том, что мы должны формировать средний класс, это было сказано на Съезде, Единая Россия, то, наверное, это правильный подход. Тогда, соответственно, человек, который обладает хорошим доходом, в состоянии обеспечить себя, свою семью, своих родителей, он, наверное, на улицу не пойдет. Ну, то есть, на ваш взгляд, вот на этой чаше весов все-таки перевешивает больше положительных моментов, да, с точки зрения российской экономики, нежели отрицательных? Ну, конечно, кризис 2008 года фактически от модульной системы управления привел к ручной, но и другого, видимо, и выхода не было. Сейчас надо потихонечку переходить опять к модульной системе управления, выставлять, не знаю, лимиты, бюджеты и так далее. А вот главный вывод, главный урок какой? Мы, наверное, должны извлечь из того, что происходило все эти годы? Я считаю, что, наверное, Америка должна извлечь для себя выводы, что, конечно, та модель, по которой развивается мировая экономика, и она была придумана Америкой, это методика потребления, да, то есть, чем больше ты покупаешь, тем лучше работает экономика. Она, в принципе, наверное, на сегодняшний день верна, но нуждается в каком-то пересмотре. Наша модель Советского Союза, когда мы не думали о материальном благополучии, мы думали о своем духовном развитии, самочитающая страна, читали все классики, сейчас уже, наверное, забыли, что такое книги, тоже имеет свое направление. Ну, допустим, на Кубе народ веселится, живут бедно, но весело. Наверное, найти на что-то такое среднее, что материально-духовно взаимодополняло друг друга. А это возможно? Хороший вопрос. Тот философ, который сможет на него ответить, наверное, получит Ломбельевскую премию. Я просто, понимаете, я сейчас читаю большую книгу, такой огромный фолиант, называется «Мосты». Значит, эта книга посвящена, ее автор, главный редактор Нью-Йоркера, жизни и политическому, что называется, становлению нынешнего президента США. И там он показывает Обаму, как человека, в общем-то, пытавшегося как раз соединить, по-моему, возвышенное с материальным. Причем в обществе, где потребление, мы сами понимаем, это триггер развития экономики. И у него, он приводит статус из Обамы, который говорит, ну, вот, практически как вы сейчас сказали, да, значит. Но он при этом говорит, я не отрицаю вот того потребительского общества, которое существует, потому что альтернативы не созданы, да. Так сложилась американская экономика, что если потребитель уменьшает свою, уж простите за тавтологию, потребление, да, то, соответственно, это все сказывается на рынках, на банках, ну, все сектора. И вот, понимаете, я, Михаил, думаю, может быть, не стоит нам тоже в России сочинять себе какого-то велосипеда, может быть, тоже строить потребительское общество? Ну, я считаю, что в России как раз можно суметь попробовать сочетать потребительское общество и духовное развитие, потому что все-таки Россия достаточно духовная страна, несмотря на то, что выбивали это 80 лет фактически, как бы она сохранилась, тем не менее. И это говорит бизнесмен. Это говорит бизнесмен. То есть вы считаете, что это возможно, это реально? В России это возможно. Не стоит впадать в крайности? Вы знаете, нет, я думаю, путь, показанный Америкой, с точки зрения потребления, наверное, верный. Просто в качестве, из-за получения сверхвысоких прибылей, потому что это пирамида, которую надо строить, то есть они стали использовать мультипликатор, который сам себя уже не держит, вот эти все производные на производные. И в один прекрасный момент, из-за отсутствия риск-менеджмента, это все перевернулось, да. Просто если бы они не использовали эти мультипликаторы в сверхвысоком объеме, то, наверное, развитие было бы медленнее, а эту экспоненту им не удалось просто удержать. Ведь Америка реально экспонентно растет, начиная с послевоенного, после Второй мировой войны, да, то есть это просто экспоненты. Но они сами стали заложниками. Ну, с другой стороны, мы тоже повелись, как бы, став участниками глобального рынка, мы и не смогли защитить, хотя говоря о том, что Россия это тихая гавань для капитала, у нас положительный баланс, у нас энергоресурсы и так далее. Ну, не удалось сохранить, потому что модель, наверное, которая сверхдоходы, надо было все-таки пускать в развитие внутри страны, а не вкладывать в финансовые инструменты. Если бы эти деньги пошли на развитие инфраструктуры, железные дороги, автомобильные дороги, электричество, электростанции, их же надо восстанавливать. В принципе, частный капитал не в состоянии реанимировать то, что было построено в Советском Союзе. Это должно быть государственное вливание, причем такие безвозвратные. А может быть, частному капиталу не дают расправить плечи в России? Я этого не чувствую. Мне кажется, достаточно комфортно работать. Среднему бизнесу сложно достаточно, потому что существует масса таких сложностей и ограничений, как всевозможные проверяющие инстанции, которые приходят и просто мешают работать. Масса контролирующих организаций и так далее. А для крупного капитала работать достаточно легко в России. Я не знаю ни одной крупной компании, которая бы жаловалась. Такого противодействия, с которым можно столкнуться на более низком уровне экономическом. А на низком уровне этого полно. На каждом шагу. Поговорить с любым маленьким магазином, он расскажет кучу разных сложностей, которые они испытывают. Как они переплачивают эти самые налоги, но по другому, в другом виде. Я напомню, у нас сегодня в гостях в сухом остатке Михаил Слепенчук, основатель и руководитель группы компании «Метрополь». Михаил, а вот на ваш взгляд, на самом деле, в России какой вот этот самый пресловутый инвестиционный климат, о котором все говорят, считается, что, в общем-то, ну не очень хороший. Как одна из оценок, пусть и не бесспорная, это тот отток капитала, который мы наблюдаем. Как минимум трижды, да, Центробанк уже пересматривал свои прогнозы. Вот последний прогноз, 80 миллиардов, я думаю, на этом, на самом деле, они не закончат. И ведь многие ваши коллеги говорят о том, что уходит-то не столько иностранный капитал, сколько уходит российский капитал. Ну не знаю, Центробанку виднее, наверное, какой капитал уходит, российский или западный. Ну, когда нервозность на финансовых рынках присутствует, а она присутствует, то капитал старается защититься. Куда он уходит? Он же не уходит, наверное, в европейские банки, которые вот-вот там должны будут либо допечатывать, либо становиться государственными. Но начали уходить какие-то более надежные инструменты, такие как золото или какие-то еще такие, не знаю. В России, конечно, фондовый рынок, может быть, чересчур сильно зависит от западного капитала, потому что процентов на 60 из него состоит. А западный капитал, он очень суетливо смотрит на выборы и так далее, и так далее, и так немножко их пугает. Может быть, этот аспект... А события последних дней, как вам? Вот как могут западные инвесторы отреагировать на это все? Там Fox News, правда, сегодня перепутал картинку, значит, они перепутали Грецию с Россией. Ну, такое бывает на американских телеканалах, да. Но, тем не менее, тот же Bloomberg показывает, другие ведущие мировые каналы. Давайте глянемся на 20 лет назад, это еще в нашем поколении, мы все помним, когда мы шептались на кухне, и не могли выразить свою гражданскую позицию. Сегодня мы можем выражать свою гражданскую позицию, только не надо доводить все до абсурдов. Русский бунт бессмысленный, беспощадный. Не дай бог каких-нибудь революций, не дай бог. То есть мы должны по своей сути быть... Мы противник этого всего. ...эволюционеры, да. Мы не должны быть революционерами, мы должны быть эволюционерами. В России революция приводит кровь и отбрасывает назад на очень... Поэтому только эволюция. Но возможность выразить свое мнение у людей есть. То есть есть интернет. Если это санкционированный митинг, пожалуйста, выходите. Только надо призывать к насилию. Все четко. То есть вы считаете, что гражданская свобода это гражданское... Это гражданское общество. Но нарушение закона это должно... Идет формирование гражданского общества. Люди имеют право на свою точку зрения и высказывают. Но, а все-таки с точки зрения инвесторов, как вы думаете? Людей пугает это. Они боятся, что может произойти опять революция. А когда революция, капитал теряет свою стоимость. Ну вот, подождите. Я все-таки разовью с вашей помощью эту тему. Инвестор сам по себе вот такой вот паникер. То есть он у кого-то с этим... Вы же тоже инвестор. Скажите, у вас есть свои деньги, какие-то сбережения. Вы отложили там на черный день. Больше могу сказать, у меня бумаги есть. Ну, отлично. Если сегодня бумаги стоят, там, несловно, 100 рублей, а завтра они стоят 10 рублей, вам это понравится? Наверное, не очень. Вы их не сможете ни заложить, ни продать, ни там превратить в какой-то капитал. То есть фактически вы становитесь, ну, беднеете в 10 раз, да? Поэтому, конечно, будете защищать свой капитал. Что вот вы сделали в этой ситуации? Продали акции или нет? Я не, знаете, как, не падаю вот на эти эмоциональные такие всплески. Ну, молодец, я тоже не падаю. Научился за предыдущие годы. Не, не, надо тенденцию улавливать все-таки. Тенденция такова, что пока есть полная нерешительность, честно говоря, сеть в бумагах, наверное, немножко странновато. Да, есть такой, в общем-то, резон. Но, с одной стороны, вы говорите, что инвесторы эмоциональны, с другой стороны, никому не нужны все эти революции, хаосы и так далее. То есть это приводит к потере. Это приводит к потере конкретного инвестора. И ладно, там, инвесторов, в конце концов, в России не так много, да? К сожалению. Но это и потеря вот того статус-ко, который существует для каждого потребителя. Это потеря уверенности в завтрашнем дне. Это самое страшное для финансового рынка. Вот, вы знаете, я не знаю, уж простите за такое высказывание. Я как-то спрашивал наших слушателей, ну, все эти события последней недели, да? Готовы ли они вот пожертвовать тем статус-ко, который они имеют, да? Там, ради каких-то высоких идеалов. Позвонил один из слушателей, а я нашу аудиторию очень уважаю, она мне дорога, да? Так вот, он сказал, у него заработок месячный 200 тысяч. Чего? Рублей. Нет, ну, Михаил, в российских, в общем-то, реалиях, да, это достаточно серьезные. Большие деньги. Да, большие деньги, которые человек зарабатывает, да? И он мне сказал, что он готов это потерять. Вот это мне было неожиданно. Готов потерять. Потому что, опять же, формируется гражданское самосознание. То есть человек понимает, что если он сегодня не выскажет свою позицию, то завтра он эти 200 тысяч может потерять, наверное, так, да? Ну, да, там, правда, жизнь вот своя. То, что он считает, там, выборы были не совсем честные. И, соответственно, вот он считает, что надо приводить к иному результату, да, добиваться того, чтобы власть пересматривала. Ну, хорошо, я тогда с другой стороны сейчас зайду. А если мы помним действительно события, там, 91-го года, 93-го года, 98-го года, ну, и те кризисы, которые были на рынках, да? Насколько все-таки для вас, по вашему мнению, важна именно стабильность сейчас в России? Вот, опять-таки, с точки зрения ведения бизнеса, с точки зрения инвестирования, да? Или, в общем-то, ну, как это говорят, не жили мы никогда хорошо, да? Я считаю, что Россия богатая страна, и население, народ России достоин лучшей жизни, тем более, что, в общем-то, мы богатые никогда и не жили, честно говоря. И Россия, честно говоря, больше 20 лет ни разу не жила в спокойном мире. Вот, посмотрите, за последние 100 лет. То один катаклизм, то война, то революция, то еще что-нибудь. Да, следующая революция. Ну, последняя революция была в 91-м году, я считаю, да? А потом все-таки Чеченская война была, об этом тоже не забывайте. И вот России пожить спокойно хотя бы 20-25 лет, это поменяет сознание наше, и экономика сильно продвинет вперед. Нам просто надо пожить без потрясений, как Столыпин говорит. России не нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. То есть вы уверены в том, что если хотя бы в стабильности 20 лет... Да, любой стабильности. ...без всяких вот революций, потрясений и так далее, экономика выстрелит российской? Если будет частная инициатива. Потому что, например, до войны в Афганистане, в принципе, было достаточно стабильное время в Советском Союзе, как вы помните, но этот Брежневский застойм привел к тому, что просто мы потеряли темпы роста, мы потеряли вот этот научно-технический прогресс. Не было частной инициативы. А частная инициатива нужна. Современные устройства России приветствуют частную инициативу. Поэтому нам, дай бог, прожить без войны лет 20 с наличием частной инициативы, мы просто обгоним все страны. Ну а вот все-таки жалобы предпринимателей, посмотрите, вот после перехода с ССН на страховые взносы, если посмотреть мониторинг той же деловой России, ведь там динамика, к сожалению, положительная, ухода в тень после возрастающего налогового бремени. Кстати, многие считают, что в следующем году налоговое бремя серьезно увеличится в России, особенно после президентских выборов, много государственных обязательств, которые в их себя уже подписаны, да, там и военные, там и пенсионеры, там и вот эти глобальные стройки от Сочи до Владивостока. И, понимаете, Михаил, у меня возникает сомнение, а на самом деле, на самом деле государство российское заинтересовано? Вот все-таки что такое государство? Это чиновники, да, это персонифицированное понятие. — Ну, как говорил Ленин, это машина. — А, это машина, да. А, кстати, на цитату цитата, а как говорил Карл Маркс, государство — это частная собственность бюрократии. Как вы вспомнили классиков. Все-таки, на ваш взгляд, заинтересованы, вот так вот, если положить руку на сердце. — Ну, вообще, честно говоря, любая финансовая модель — это качели. Когда, по сути дела, до введения единого социального налога страна жила вся в тени, потихонечку народ поверил, стала выходить. — Да, в том-то и дело. — Это комфортно, потому что у народа появились легальные деньги, народ стал брать кредиты, ипотеку и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, заработали и другие финансовые инструменты, которые дали людям возможность развиваться. И, кстати, направления бизнеса стали развиваться разные. Кому понравится, когда увеличивается налог, конечно, никому не понравится. Но, опять же, государство должно развиваться, деньги должны идти на развитие государства и возвращаться нам за счет, опять же, инфраструктуры, за счет пенсий, за счет социальных пособий и так далее. У меня один человек спросил, вот, если бы вы на один момент стали всю власть полную в стране получить, что бы вы сделали? Честно говоря, вопросы такие опасные, но... — Я бы сказал, крайне опасные. — Я говорю, я бы, наверное, сделал бы достойную пенсию для всех, потому что наши-то отцы и матери, они как бы заслужили ее, да, и сделал бы хорошие стипендии для студентов, чтобы они учились, они подрабатывали. Как будто ни было, 40 рублей в Советском Союзе — это были неплохие деньги, честно говоря. Жить можно было на них. Наверное, и все, а больше ничего не надо делать. Остальное, средний возраст, мы с вами, я думаю, что с руками, с ногами все здоровые, крепкие, и можем заработать, не проблема. — Я с вами соглашаюсь. Но, понимаете, когда я слышу вот эти налоговые инициативы о том, что зарплата там в 42 с копейками тысяч рублей является олигархической, да, которая должна облагаться дополнительным 10-процентным налогом, а это фактически... Ну, да, у нас работодатели это платят, да, то есть физик, в общем-то, и не замечает, но тем не менее, это фактически фоты, да, с 2012 года должны быть увеличены на 10% автоматически. И когда работник нанят и идет к своему работодателю и говорит, слышь, что, дай мне еще повышение заработной платы, он говорит, смотри, 10% увеличено. Мне кажется, вот... А потом, второй момент, то, что нам с вами, Михаил, близко, отдельная инициатива, а давайте обложим дополнительным налогом дивиденды, а давайте еще обложим операции с ценными бумагами. Слушайте, ребят, дайте вообще рынку встать на ноги в России. — Абсолютно согласен. Ну, в данном случае мы с вами не говорим о введении налогов на бизнес, мы говорим о введении налогов на фонд потребления, да, то есть на заработные платы. В принципе... — На доходы, фактически. — На доходы. Ну, для бизнеса это идет на расходную часть. Просто я считаю, что надо повышать эффективность бизнеса просто. — Это реально? — Работать надо больше. — А я, знаете, а я с другой стороны сразу реплику. У нас в основном такой пинг-понг идет, да, а я хочу повышение эффективности государства российского. — Реально, да? — Как гражданин, имейте на это полное право. — Что вот эти господа или товарищи, я уж не знаю, там, как их величать, но их часто величают слуги народу, да, думали в первую очередь о народе, а потом, а после уже о себе любимых. А у нас... — Такой факт есть. Конечно, сейчас, если в свое время было модно быть юристом, потом было модно быть экономистом, сейчас модно быть чиновником. — Чиновником, да. — Но это же ненормально. — Ненормально. Это ненормально, согласен. А бизнесмен — практически матерное слово. — К сожалению... — Я знаете, что в последнее время стал слышать? Забытое слово с 90-х коммерсанты. Меня коробит это слово. Очень часто сейчас представитель бизнеса, да, причем неважно, там, производственного или посреднического, мы же прекрасно понимаем, что даже те же торговые операции, ну-ка займись, да. Я потом посмотрю, насколько тебе хватит, да, вот на выполнение торговых операций хотя бы. Стали опять говорить, эти коммерсанты, меня вот так вот выворачивает наизнанку, думаю, боже мой, неужели мы опять возвращаемся к тому, что быть предпринимателем, это не просто зазорно, а, знаете, вот коммерсант, типа барыга и спекулянт. Вас не сталкиваются? Ну, у меня, к сожалению, поскольку много приходится встречаться с народом в последний год, общаться, оно присутствует, но мне кажется, оно формулируется или создается, скажем так, такими партиями, как коммунистическая. А что еще остается делать? Я за частную инициативу, я не знаю, я за то, чтобы люди пробовали себя в разных моментах, хоть в маленьком бизнесе или еще в чем-то, но попробуй сам вырасти, попробуй сам заработать. Это же возможно, ведь нам не хватает реально сферы услуги. Ниша с малого и среднего бизнеса, она не закрыта полностью. То есть там огромная возможность для развития, да какие-нибудь кафе придорожное хотя бы. А мы же с вами понимаем, что туда прибегут всякие разные товарищи. Ну вот надо, и начнут там свои права качать. Надо, наверное, обратиться к нашим властьимущим, чтобы они обратили внимание на развитие малого и среднего бизнеса, чтобы наконец средний класс формировался. Там особо много денег не соберешь, но зато можно получить огромную массу рабочих мест. Согласен. Но где этот миддл-класс, да? Дают ли ему встать на ноги? По-моему, средний класс, это вот наша главная проблема. У нас две главные проблемы. Длинные деньги и средний класс. Нет, нет, нет. У нас стоимость денег, их длина. Сейчас деньги как бы недорогие, но получить их невозможно в долгую. А любой крупный проект требует длинных вложений. И даже маленький проект требует длинных денег. Хотя бы 3-5 лет. Хотя бы 3-5 лет. Вот Виталий пишет... А средний класс, это уже потом появится после этого. Напомню, Михаил Слепенчук у нас здесь в гостях, в сухом остатке. Основатель, руководитель группы компании «Метропой» 65, 10, 99, 6, финам.фм. Наши средства коммуникации. Вот Виталий пишет, потрясение никто не хочет. Но что еще, кроме угрозы смены власти, увольнение соответствующих чиновников от кормушки может заставить тех чиновников стимулировать предпринимательство в стране, а не доить его себе в карман? Вот как ответите, Виталий? Ну, история России многолетняя, тысячелетняя показывает, что у России всегда был добрый царь, и мы всегда от него ждали каких-то изменений. До демократического общества, я считаю, что мы еще не доросли, нам еще работать и работать над собой, и может быть еще 2-3 поколения должно пройти. Ну, давайте рассчитываем на то, что Владимир Владимирович Путин справится с ролью доброго царя. Ох, заходите сейчас на скользкую тему, на финам FM, сейчас как вас начнут рубить, слушатели наших? Я с удовольствием отвечу на любые вопросы, что ли. То есть вы на самом деле считаете, что Путин и его команда могут изменить ситуацию? Я считаю, что в 99-м году, 31 декабря, вообще, честно говоря, вы вспомните фондовый рынок, если вы на нем работаете, то хуже ситуации, наверное, не было. И в один день, когда это произошло, объявление Борис Николаевича Старцева Небесная, рынок вырос в два раза сразу. Это что, говорил о чем? Что страна катилась в тартарары, там в пропасть и так далее, и народ почувствовал улучшение. Я считаю, что это возможно. То есть надо просто показать волю. Да я соглашусь, но понимаете, в чем проблема? Я помню 2008-й, май месяц, и приход Дмитрия Анатольевича Медведева, и индекс РТС на тот момент, да? Ну, понятно, потом не внутренние, конечно, ситуации. Дмитрий Анатольевич не виноват, что финансовый кризис начался, честно говоря. В принципе, он великолепно справился с ситуацией в Южной Осетии, я считаю, что показался как достойный сильный президент. Да нет, уважаемый человек, вопросов нет. Ну, есть глобальные процессы, которые в одиночку с ними не справятся. Сейчас торпедирую, Михаил. Вот теперь я торпедирую, да? Я вот вижу, как наши эмитенты, да, проводят листинги. Где? В Лондоне. Где? В Гонконге. Феерическое размещение русала в Гонконге, да? Здесь был, на вашем месте сидел русал, я их пытал, да? Они пришли специально, они понимали, что про Гонкон надо идти, они пришли сами, да, и все рассказали. Но, я же прекрасно понимаю, с одной стороны, конечно, это привлечение длинных денег, дешевых длинных денег, да, и вопросов никаких, но, с другой стороны, из-под воли можно сказать и о хейджи, тех рисков, которые существуют в России, да, и о распылении капитала среди, в том числе, иностранных, нерезидентов. И третий момент, попытка, ну, знаете как, вот у нас в стране недоразвитый рынок, мягко говоря, неразвитый. Я считаю, что финансовый рынок уже развитый. Ну, можем больше, ну, согласитесь. Ну, вы сравните с другим рынком, с австралийским или с канадским, там, мне кажется, менее развитый, чем у нас. Для меня было открытием, когда некоторые украинские компании стали размещаться в Варшаве. Я встречался с ребятами, я говорю, вы, слушайте, вы же братья украинцы, почему вы... Я понял ваш подлог, да, да. Да, я тоже потом понял, в чем дело. Понимаете? Ну, они хеджируют риски такие, но это то же самое. Ведь капитал, по сути своей, он не имеет национальности. Какая разница, в каком банке находятся деньги. Важно, какими эмоциями, какими мыслями и какими планами он управляется. Уже все, то время закончилось национальный капитал, а сейчас глобальный капитал работает. Поэтому победит тот, который создает комфортные условия для капитала. А то, что люди хеджируют свои риски, ну, каждый поступает как может. А здесь-то, вот, понимаете, почему не создать условия? Вот у нас много разговоров идет про МФЦ. Уважаемый человек, Александр Стальевич Волошин возглавляет эту группу, там, встречались, разговаривали. Не, ну как же. Правильная идея, но... Не, просто от идеи до реализации должно... Нужно выполнить достаточно много условий. В принципе, у Москвы есть все потенциальные вещи для того, чтобы это реализовать. Это и географическое положение, там, до Токио 5 часов, до Лондона там 3 часа, сейчас 4, да. Соответственно, один рынок закрывается, другой открывается. Потом рубль достаточно стабильная валюта из-за высоких цен на энергоресурсы, из-за хорошего баланса платежного страны. Есть Евразийско-экономическое союз, который грозит превратиться, или, точнее, должен превратиться в Евразийско-экономическое сообщество. Верите в его будущее, да? Я уверен, что так будет, конечно. Ну, это люди, которые объединены одной ментальностью. Надо просто их объединить не на политическом уровне, а на экономическом. И региональной валютой рубль уже сегодня стал. Просто об этом никто не говорит. Вы зайдите хотя бы в Херридс, в Лондоне, вам зададут первый вопрос. Вы, может, будете платить фунтами или рублями. Больше я нигде такого не видел. Ну, это правда жизнь. Ну, это правда, да. То есть рубль уже сегодня свободно конвертируем в валюту, просто мы об этом не говорим. И достаточно стабильно. Постабильнее будет, чем иена. И постабильнее будет, чем евро. Ну, в нынешней... Не пинайте Европу, не пинайте. Я надеюсь, что они смогут выкарабкаться из... Ну, кстати, вот согласитесь... Кстати, по поводу Европы, да? Я вчера разговаривал с достаточно уважаемыми людьми из Франции. Я им говорю, ребята, вот с ростом Китая, с созданием этой глобальной мировой фабрики, вы же все разучились работать. Вы сегодня большие социалисты, чем мы в Советском Союзе. Реально. То есть вся Европа... Михаил, вы сняли прямо с моего языка. Я только хотел сказать, что Европа доигралась именно как раз вот в этот гос... Я не знаю, капитализм или госсоциализм. Но это вот последствия. Популизм, помноженный на левацкие идеи, помноженные на товарищеские отношения с некоторыми инвестбанками, которые нарисовали... Ну, мы понимаем, да, что они нарисовали в итоге. Вот. И вот он, кризис. Ни в коем случае нельзя быть леваком. Вот это чем заканчивается. Нет, ну, понятно, нам не нужны так же и потрясения. То есть если идет кризис, то надо просто плавно сажать экономику. Не надо ее бросать, не надо ловить падающий нож. Вы просто пораните руку и собьете в кровь, и еще это вас станет инвалидом. Надо выводить плавно. Поэтому, конечно, экономика иногда должна быть регулирована. Без сомнения. Но без фанатизма. Ну, без фанатизма. Не надо, чтобы было плановой экономикой, хотя без нее тоже невозможно. Потому что эта инициатива губится, но она все-таки должна как-то планироваться. Ну, вот пройти между Сцилой и Харибдой. Ну, это очень сложно. Я согласен. Ну, вот и умения должно быть, да, тех, кто занимается госуправлением. Потому что чиновник для меня это слуга народа, вот как бы то ни было. Пусть это пафосно звучит, да, но факты остаются фактом. Ну, к сожалению, вот я думаю, что в Советском Союзе была очень сильно развита система подготовки кадров. Чтобы пойти в госуправление, надо было пройти там определенные этапы жизненной зрелости. Реальные жизни, да. Доказать, доказать, что ты можешь сделать. Сейчас можно просто по принципу лояльности достаточно быстро, как бы, не обладая достаточно профессионализмом и опытом, можно достичь высокого уровня. С одной стороны, это хорошо, потому что есть социальный лифт, люди быстро могут вырастить. С другой стороны, это плохо, потому что они не проверены на времени. Вот опять же, Сцилы и Харибды ваши. Да, я с вами, кстати, в этом соглашусь. Я сразу вспоминаю своего деда, которого, к сожалению, нет, да. Он дорос до секретаря Куйбышевского обкома партии, пройдя, а, войну финскую, великую отечественную, был замком полка. После этого был направлен управляющим трестом Жигулевскнефть и занимался этим. И только потом, не перескакивая, потому что это невозможно было, пока вот эти этапы, производственный этап, да, ты не пройдешь, политический этап ты не пройдешь, ты не мог становиться руководителем. Ну, а мы же понимаем, что тогда партийный руководитель, это, ну, как сейчас, я не знаю, губернатор. Губернатор, да, фактически, да. 65, 10, 99, 6, финам.фм, наше средство коммуникации. Михаил Слепенчук, основатель и руководитель группы компании «Метрополь» в сухом остатке на финам.фм. Марина нас тут вот просто критикует, слушая вас, складывается впечатление, что вы живете в другой России, не в той, где живут все остальное население. Какая промышленность, вопросительный знак, какой фондовый рынок, работают только на короткие деньги спекулянтов, как жили, так и живем за счет нефтяных денег. В нашем случае, прошедшие 10 лет, это время упущенных возможностей, время, которое ничего стране не дало, кроме власти мощных людей, которые разворовывают и будут продолжать грабить страну. Я чувствую, что у Марина накипело, да. Михаил, что скажете, слушательница, как ответить? Вот мне задают вопрос часто, когда в России закончится экономический кризис. Я в шутку отвечаю, что в России экономического кризиса быть не может, по одной простой причине, что в России нет экономики. У нас все построено на нефти и на газе, к сожалению, это так. Но есть желание выйти из этого. Понятно, что это сложилось не сейчас, это сложилось еще в последние десятилетия Советского Союза. Откровенно говоря, мы уже тогда сильно зависели от нефти. И, собственно, я думаю, перестройка началась только потому, что цены на нефть упали. Если вы возьмете цены на нефть и наложите их на политическую кривую, вы поймете, что все потрясения в России происходят, когда меняется стоимость энергоносителя. Конечно, надо диверсифицировать экономику, надо уходить от этого, надо строить, подчеркиваю, настроить инфраструктуру. Надо развивать новые направления не только нанотехнологии, но и традиционные виды ведения бизнеса в том числе. Но я бы сказал, и развивать все-таки финансовый рынок. Финансовый рынок будет развиваться, потому что у нас есть частная инициатива в области финансов. Вот я с вами полностью соглашаюсь, да, но понимаю, что есть подводные течения, подводные камни, и многие даже из тех, кто... Вот у меня, знаете, у меня нет претензий к ФАС, у меня нет претензий к СФР, у меня нет претензий к Минэкономразвитию. С Минфином я в чем-то соглашаюсь, в чем-то не соглашаюсь, но вот общей цельной концепции я не вижу. Каждое из ведомств вообще-то имеет, да, свое видение. Но так, чтобы сказать, вот это сделано для того, чтобы финансовый рынок развивался, развивались там, я не знаю, производственные активы, не вижу. Давайте так, вот компания «Метрополь» существует с 95-го года, нам исполнилось в этом году 16 лет. Я помню, как в 95-м году ко мне подходит трейдер и говорит, я сегодня так устал, я сделал три сделки. А что такое три сделки? Это он на портале РТС заключил сделку, которая, кстати, не ввелась законной, после этого составил договор, отвез контрагенту, подписал, потом поехали в депозитарии, перевели ценные бумаги, потом в банк, расчеты, и после этого заканчивается рабочий. Три сделки за день. Сегодня миллионы сделок совершаются за день. И вы говорите, что финансовый рынок не развивается. Всему свое время. Давайте как бы не просто... Хочется, конечно, пропасть перепрыгнуть за три шага, но это невозможно. Здесь сейчас хочется всего, да. Все, и сразу невозможно это. Давайте просто цель наметим, будем к ней двигаться так вот, чтобы без потрясений, чтобы было уверенность завтрашнего дня, чтобы было спокойно, чтобы дети могли в школу ходить, чтобы там ученики, выпускники ходили, поступали в университеты, чтобы у них была работа. То есть надо строить гражданское общество, на самом деле, чтобы люди не болели, они должны заниматься спортом и так далее. То есть это все массово. Нельзя сказать, что мы сейчас выйдем в финансовый рынок и все решим. Нет. Давайте все вместе поднимать. Эволюционно, нежели революционно. Эволюционно. Эволюционно. Вот этих 10%, которые будут дополнительно брать работодатели, мне лично казалось более справедливым, что за дорогие вещи, машины, поход в ресторан, еще что-то, я бы платил больше, в том числе за счет налогов. А за детские вещи, за продукты, все-таки, чтобы наоборот, это было дешево и доступно, с учетом, опять же, что все-таки, я считаю, что у меня зарплата нормальная. У всех людей разные зарплаты. У меня по этому вопрос, что все-таки, есть ли сейчас в России способ именно за счет налогов на потребление как-то решить эту задачу, а не просто тупо снимать с людей подоходные налоги или с работодателями брать. И, опять же, еще дополнительный вопрос. Мы вступаем в ВТО, не ограничивает ли это правительство в средствах, что они не могут какие-то налоги на товары ввести из-за того, что в ВТО мы вступили, а могут только вот именно собирать налоги с гражданами и с предприятиями. Да, Дмитрий, спасибо большое. Ой, вот я к налогу с продаж отношусь категорически отрицательно. Не нравятся мне все эти идеи, и с прогрессивными налогами мне это все не нравится. Михаил, ваш взгляд? Я считаю, что надо, ну, было заявлено, что надо поднимать минимальный уровень заработной платы для того, чтобы хотя бы минимальная часть была достойной. Не то, что называется унижением, да, должна быть реально минимально высокая заработная плата, на которую люди будут чувствовать себя людьми. Это позволит людям гарантированно приобретать те необходимые продукты, питание, товары, которые позволяют им жить, да. Надо, наверное, вот эти поднимать. И за счет этого, кстати, и потребление оно вырастет серьезно. Что, ну, наверное, да, налог на роскошь надо ввести, но, опять же, должна быть грань. Я во Франции начал работать, там существует налог на роскошь, начиная где-то с 700 тысяч евро. Это убивает полностью всю гражданскую инициативу, полностью. То есть народ становится, их просто выравнивает в одну линейку, и если ты можешь себе позволить развивать бизнес шире и больше, то ты ограничен государством. Это, наверное, неправильно. Вот это меня больше всего и смущает, понимаете. Мы можем убить не просто инициативу, мы ее всю просто подкосим под ноль. Ну, у нас в России всегда как бы из крайности в крайность. А потом, мы же с вами прекрасно понимаем, есть замечательные финансовые консультанты, которые, в общем-то, сделают арбитражные сделки такими, что ничего и не увидит государство. Зачем? Знаете, вот в свое время боролся за... А вот те, кто имеет вот эти заработные платы, Михаил, 42 с лишним тысяч, да, я просто вот за них я бьюсь, я готов биться за... Вот как я бился против перехода на страховые взносы, да, потому что было это, отменили, перешли на СН. Я согласен. Окей. Зачем мельтешить опять, возвращаться туда, от чего ушли, да? Причем доказали и увеличили налоговые поступления. Ну, все, все, ок. Нет шараха, нет. Не, ну, у нас все-таки надо понимать, что зарабатывают люди деньги только в Москве или около Москвы. Если отъедешь на 100 километров, то народ зарабатывает достаточно мало. Вот я там активно работаю в Республике Бурятия, там, ну, я бы сказал, невысокие зарплаты. Конечно, эти вот 40 тысяч, если бы они получали, хотя бы в среднем, да, то я уверен, просто экономика с ним по-другому бы работала. Но это, правда, может и к инфляции привести это. То есть это должны быть веса. Поэтому говорю, сверхдоходы государству нужно инвестировать в строительство инфраструктуры. Если будет хорошая дорога от ОЛМД до Байкала, ее уже практически закончили, народ будет отдыхать на Байкале, а не в ОЛМД. Понимаете? Если будет хорошая дорога от Москвы до Санкт-Петербурга, народ будет ездить отдыхать на Валдай на выходные. — Ну, кстати, противник, не то что противник и вот таких вот проектов инфраструктурных, Алексей Кудрин говорил о том, что нельзя, потому что, ну, знаете, да, его пинали со всех сторон, в буквальном смысле критиковали. Он говорит, ну, разворуют. Разворуют же. — Есть такая же беда. — Есть такая же беда. — Есть такая беда. Ну, это вот опять же 20-30 и выше процентов. — Система управления, то есть кто-то управляет, да. — Андрей пишет, ох, не нравятся мне эти присказки про царя. О чем мы говорим, как думаем, так все и происходит. И пока мы будем именно так относиться к власти, ничего не изменится. Революция должна произойти в головах. — Ну, я согласен с ними. Ну, революция в головах, она в голове не произойдет, просто мозг может взорваться. У нас психологический человек не способен быстро поменяться. Это требует времени. Иногда даже из поколения в поколение все это происходит. То есть я уверен, что, может быть, мой ребенок только будет мыслить так, как нужно мыслить гражданскому обществу. Даже я еще остаюсь с некоторыми элементами комсомольства в своей голове, будучи воспитанным в советское время. Понятно, что слом шестеренок произошел и пошел заниматься бизнесом. А, между прочим, за спекуляцию в свое время была статья и за хранение иностранных денежных знаков тоже. То есть все постепенно должно происходить. И как только происходит революция, ломается все. Я против революции. Может, так говорится, Слепенчук — эволюционер. Нет, я думаю, что абсолютное большинство наших слушателей все-таки за эволюционное развитие. Но, кстати, слушатели Финам.фм. 651099.6, финам.фм. Вы за эволюционное развитие. Вот, понимаете, это не то, чтобы спор такой, да, белое или черное, да, красное или иное. Но есть принципиальные вопросы, на которые необходимо действительно каждому индивидуально ответить, да. С одной стороны, есть эволюционный путь развития. Медленный. В части финансового рынка. Вот здесь мы с Михаилом расходимся, да. Я хочу действительно здесь и сейчас. Я хочу, чтобы создавались реальные условия. Я хочу, чтобы здесь листинги проводились. Я хочу... Много чего я хочу. Я тоже хочу. Я хочу, чтобы пенсионная реформа была по уму, а не так, как она сейчас ведется, да. Я это хочу. Кстати, с нелогичными, а противоположными, а логичными решениями. Когда с одной стороны объявляется накопительная часть, да, а потом некоторые деятели говорят, да, давайте мы ее обезличим. Мне хочется сказать, я вас придушу собственными руками, вот за такие инициативы. Но я же понимаю, что есть, ну, вот этот маятник. Вы знаете, я вот в детстве занимался плаванием, как бы детей учат плавать двумя способами. Первый, это просто бросают и думают, что на вот этом вот испуге человек поплывет. И большинство плывет, наверное, да, но некоторые все-таки тонут. А есть второй путь, это каждый день ходить в бассейн и по чуть-чуть увеличить глубину и учиться плавать, да. Вот в первом случае народ плывет сразу или тонет, да. Во втором случае народ постепенно плывет. И тот, который хочет достичь результата, он через какое-то время его достигает. Вот я за второй путь развития, то есть все-таки учиться плавать. Сейчас узнаем, услышали Финамо ФМ. Эволюционно или революционно? Я понимаю, что многие из вас могут высказаться и за первую позицию, но тогда я вас буду пытать, на чем основывается эта позиция. Готовы ли вы к этому? Готовы ли вы к тем возможным событиям, которые дестабилизируют ваш привычный ритм жизни? Просто надо отдавать себе отчет. Революция — это снос всего. Это хаос. Русский бунт. А тем более, да, помноженный на Россию. Бессмысленный, беспощадный. Это не мои слова. С другой стороны, вот мне симпатична позиция моего гостя Михаила Слепенчука, который говорит, ну, гражданское общество должно развиваться. И вы должны иметь свою позицию. Вот это принципиально тоже вопрос. Да, да. Давайте послушаем 651099,6, финам.фм. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Здравствуйте, меня Степан Апольцов зовут. Я из города Воскресенска. Так. Я вот хотел сказать, что эволюционный, да, путь развития, но у эволюции должны быть рамки. То есть, смотрите, допустим, у вас есть работник, который плохо делает свою работу, да? Вы ему говорите, я вас увольняю, дайте там две недели, чтобы он ушел. То есть, вот 10 лет, реально, за 10 лет, допустим, Медведев, он фанатей, там, от высоких технологий, Сколково, да? Ну, у меня нет телефона мобильного, сделанного в России, у меня нет планшета, сделанного в России, у меня лежит сейчас айпад, я все покупаю на ebay, потому что там дешевле, да? То есть, должны быть здравые сроки, за которыми мы получаем реальный результат, да, как в бизнесе, конкретика должна быть. 10 лет я не вижу плюсов. Да, есть стабильность, но можно это назвать за стоимость другой стороны. Стабильность, за стоимость кому как, да? Вот, собственно, у меня такая мысль. То есть, грубо говоря, я бы дал год Путину, к примеру, да? Вот, реально, должны быть дела. Нет дела, все, уходи. То есть, он служит на нас, он наш работник, грубо говоря, наемный. Вот, то есть, если он не справляется, он должен уходить. А как на него воздействовать, это уже другие, к другому, так бы, вопрос. Да, спасибо, Степан. Что, Михаил, скажите? Ну, государство, это огромная система управления. Это, если мы говорим о маленьком бизнесе, то можно, наверное, решить, там, две недели на решение вопроса. Государство российское, это огромная территория, это огромное количество людей. Между прочим, Восток и Запад сегодня соединяет РЖД, то есть, железная дорога построена в царское время. Недавно пониженная стоимость на авиабилеты, до этого этого не было, и система связи, и все. Как такую страну можно за год перестроить? Ну, невозможно. Поэтому я считаю, что там 4-5 лет вполне достаточно, 45 лет. То есть, поэтому выберем Путина на 5 лет, и пускай он за 5 лет сделает то, что попросил уважаемый радиослушатель. За год это невозможно. Я даже в компании Метрополит, это невозможно сделать за год что-то. Так, идем дальше. Добрый вечер, вы в эфире, алло. Добрый вечер. Как вас зовут? В пользу моего имени Николай. Да, Николай. По поводу эволюционного или революционного пути. Вы знаете, эволюция, она же может быть по-разному происходить. То есть, если за людей все время принимать решения, если ограничивать их в правах, если ограничивать их, ну, грубо говоря, думать за них, так и во что эволюция может произойти с этими людьми? А люди эволюционируют в микробы, наверное, в какие-то примитивные состояния. Для этого надо все-таки гражданское общество строить. Ну, правильно, гражданское общество создавать. Нужно, чтобы вот эта вот прослойка, которая сейчас пытается думать за людей, считает, что она знает, что людям надо, что, грубо говоря, выбирает за людей какие-то вещи, то, может быть, она должна убраться просто как-то, дать людям возможность выражать свои мнения открыто, свободно. И тогда, может быть, эволюционным путем мы придем к свободным людям, к каким-то свободным от вот этого 70-летнего тирании, вот это, то, что мы пережили, да. Я бы сказал зашоренность, да, все-таки зашоренность. Сильно пропаганда была, поэтому народ был зашорен. Сейчас вот вспоминаешь те годы, как бы, ну, все мы были октябрятами, комсомольцами. Что-то хорошее было все равно тогда, что-то было хорошее. Все нельзя отрицать. Конечно, необходимо иметь возможность высказывать свою позицию, необходимо быть услышанным. Ну, для этого сейчас есть великолепное средство связи, есть интернет, пожалуйста. Насколько я знаю, ограничений на выступлении там нет. Можете высказывать все, что хотите, только не призывайте к разбою, все. Александр пишет, революция не нужна. Правильно вы говорите вчера или позавчера, каюсь, не помню. Всем есть, что терять. Я за эволюционный путь. Вот такое мнение нашего слушателя. Вы понимаете, разные действительно, вот принципиальный момент. Все мои программы на Финал МФМ, они дискуссионные. Я каждому из вас даю возможность высказаться. Кроме того, я даю возможность высказаться о моим гостям. Сегодняшний эфир, который был с 7 до 8, это было, знаете, там зашкалили все рейтинги, мыслимые и немыслимые. Но главная была цель, чтобы вы услышали друг друга. И одна сторона, и другая сторона. Понятно, что не всегда, наверное, получается диалог. Очень часто бывает монолог, да? Но терпимыми быть необходимо друг другу. Это принципиальный момент. Необходимо друг другу уметь слышать. Слушать и слушать. Я согласен даже с теми, кто говорит, вот они нас не слышат. Значит, надо их заставлять, чтобы они слышали. Вот и все. Насилие? В том числе. Нет. Вот открытая площадка Финал МФМ. Открытая площадка. Приходите, дискутируйте. Правые, левые, какие угодно. Мне принципиально важно, чтобы вы сами делали выводы. Вот выводы слушателей Финал МФМ. Андрей пишет. Добрый вечер, революционный путь надежный. А вот революционный нет никаких гарантий. Ну, вы помните, в 91-м году сколько пенов всплывало тогда? Без гарантии, без гарантии. Ну, кстати, вот такой... Глен, как это имя прочитать? Подскажи мне. Очень сложное такое, я бы сказал, латинцей Ионос. Да, Ионос. Вот слушатель, который подписался таким великолепным именем, пишет. Вы лично верите в то, что Путин способен меняться? А вы, уважаемый Евгений Ионос, способны меняться? Это, наверное, зависит от возраста, это зависит от широты мировоззрения и от ответственности за ту работу, которую ты делаешь. То есть вы считаете, что он может меняться? Ну, вы меняетесь. Я, конечно, я старею. Я старею, у меня уже... Мои дети мне несколько седых волос добавили. Ну, не так много. Я считаю, что вы взрослеете, наверное. Вы становитесь более опытным человеком. Вы, может быть, не станете с молодежью разговаривать, потому что уже это прошли в детстве, да, и повторять, зачем этот путь еще раз. С возрастом человек становится более опытным. И, может быть, он начинает не становиться таким максималистом, начинает какие-то вещи прощать, там, идти навстречу, где-то помочь, там, где-то еще как-то. Во всяком случае, в компании часто приходится такое происходить. Я говорю, ребята, подождите, придет время, сами поймете. Ну, что... Ну, это практически по Черчиллю, да? Если ты в молодости не был либералом, а в более старшем возрасте не был консерватором, то ты глуп. Ну, это вот изречение достаточно известной все-таки личности, да, исторической 20-го столетия. Вечер добрый, вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Олег. Да, Олег, что скажете? Ну, я, естественно, как и всякий прогрессивный человек, за эволюцию выступаю. Но мне кажется, что просто у нас сейчас не стоит выбор между революцией и эволюцией, а стоит там выбор, я не знаю, между революцией и деградацией. Я вообще сегодня довольно много услышал вещей, которых не ожидал на вашем радио, на моем любимом, услышать. Таких панигириков в адрес Путина и Медведева тоже я, в частности, не ожидал. Но какая же здесь эволюция? В чем она, собственно, видится? Нет ее никакой. Все же становится только хуже и хуже. И люди, кстати говоря, меняются под влиянием, в том числе и обстоятельства, и ситуации. А какая же ситуация, какие обстоятельства могут заставить того же Путина измениться? Это же не мы с вами. Мы, конечно, меняемся, потому что мы вынуждены меняться. А они-то совершенно не вынуждены этого делать. Они не будут меняться. Им и так хорошо. Олег, вот смотрите. У вас, ваше высказывание, такое попахивает определенным, определенной категоричностью. То есть вы сейчас вот сказали. Пранько сегодня поет по Нигирике Медведеву и Путину как минимум. Не Пранько, вообще Пранько. Понимаете, вот моя принципиальная позиция. Здесь, в этой студии, должны быть разные мнения. Вот принципиальные. Я полностью согласен. А дальше вы судите. Прав человек, неправ человек. Вы согласны с ним? Не согласны с ним, да? И вы принимаете решение. Ну, правильно. Я и сужу. Я поэтому и говорю. Я вас как раз не имел в виду, Юрий. Вы что? Ну, просто я имел в виду вашего гостя. Потом я уже стал разрушать. Ну, бизнесмены же разные бывают. Наверное, там, не знаю, Керимов тоже бизнесмен. И Миллер бизнесмен. У них нет поводов быть недовольным Путином и Медведевым. Ну, я дальше все это понимаю. Я понял, Олег. Да. Я именно. Да, отлично. Спасибо большое, Михаил. Ваш ответ. У времена, у нравы. Хочется все и сразу, да? Невозможно. Это первое. Заставить меняться Путина или Медведева. Ну, опять же, в какую сторону? Человек не был на их месте и не представляет тот груз ответственности, который они несут. И каждое слово, которое сказано, как влияет на массы. Я, честно говоря, не завидую им, потому что это реально огромный груз ответственности, причем историческая ответственность. И я не думаю, что они там особо сильно что-то думают о себе. Они думают о том, чтобы сохранить страну и о том, чтобы она развивалась. А то, что иногда в процессе эволюции отваливается хвост, когда он раньше был удобен, а сегодня уже без него тяжеловато ходить. Но все-таки мы встали на ноги и стали идти. Поэтому надо просто дать время развитию эволюции. Иногда бывает, что, конечно, отклонение от эволюции было. Что делать? Я очень хочу, чтобы вы ответили на вопрос Людмилы, который я прислал. Уважаемый Михаил, какую страну вы можете назвать, как ориентир, пример для развития? Ну, к сожалению, это все маленькие страны. Сингапур, Луксембург. Из больших стран, если брать огромные, китайский путь развития, к сожалению, нам не пойдет. Мы немножко другие люди. Я когда в 2004 году, хотя, в принципе, у нас был шанс пойти как-то так более по регулируемому пути в рынок, не получил. Просто когда в 2004 году первый раз появился в Китае, я был поражен тем, что идет грандиозное строительство, и люди на стройку и со стройки ходят в форме, в касках и строим. Это явно не мы. Это точно. У нас это невозможно, поэтому у нас свой путь. Поэтому с этим тоже сложно сравнивать. Ну а Запад? Если брать по Западу... Германии нет? Мы тоже не немцы. Все, что для русского хорошо, для немцев смерть. Наверное, у нас все-таки свой путь. Мы как-то, понимаете, одновременно и европейцы, и азиаты. То есть у нас все-таки давайте искать свой путь развития. Мне кажется, все лучшее надо просто брать. Все лучшее, что... И оттуда, и оттуда. И адаптировать к своим условиям. И все-таки сделать так, чтобы предприниматель в России звучала гордо. Я думаю, это надо обязательно... А чиновник, это вот там. Это где-то там. Нет, ну это опять же. Вы опять начинаете... Слуга. Слуга народа. Слуга народа. Слуга народа. Спасибо большое. Скажите, как может быть слуга народа, когда у нас государственный капитализм? Я против госкапитализма. Ну, тем не менее. Так случилось с 2008 года, что у нас строится государственный капитализм. Как может быть государство владеет бизнесом? Как это может быть слугой народа? Михаил, я предлагаю вам компромиссное решение. Приходите ко мне еще. Я вас буду приглашать, а вы приходите. И мы вот этот спор продолжим. Договорились? Хорошо, спасибо. Спасибо. Михаил Слепенчук, основатель и руководитель группы компании «Метрополь» был сегодня в сухом остатке на Финам. Далее новости.